В Одинцове рядом с 14-й гимназией открыли новый стадион. Футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, беговые дорожки, детский спортивный комплекс и многое другое. Доступны как для школьников, так и для всех желающих во внеурочное время. Здесь, в принципе, примялись все материалы, которые по новизне, по характеристикам рассчитаны на долгие годы службы. Результат просто впечатляющий. Стадион уже готов был еще раньше, где-то к концу. Ну да, за год его построили. Уже где-то в апреле, в мае все работы были завершены. Сейчас вот последнее то, что было сделано, освещение подключили, дренаж сделали для стока воды и установили камеры «Безопасный регион». То есть все требования выполнены, все так, как должно быть. Большому кораблю большое плавание. И началось оно с награждения победителей летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в составе команды Одинцовского округа. Девушки и юноши в возрасте от 12 до 15 лет успешно прошли муниципальный этап, после чего стали первыми на областном. Каждый норматив переводился, результат норматива переводился в очки. Это все суммировалось у каждого участника в личное первенство и суммировалось командное первенство. Первый раз за все время проведения летних фестивалей Московской области наша команда Одинцовского городского округа заняла первое место. Ребята предложили максимум усилий, даже сверх своих способностей. Некоторые показали рекордный результат для фестиваля Московской области. Было очень сложно, но мы все старались и получилось то, что вот получилось. Мне больше всего понравилось бежать на длинную дистанцию. Это мы бежали 2 километра. Было тяжело, но комфортно себя чувствую на этой дистанции, потому что привыкла так бегать. Также мне понравилось отжиматься. Вроде неплохо получилось. Прыгать в длину. Также у нас были наклоны на проверку гибкости. Было очень интересно. Заслуженные золотые значки ГТО, памятные статуэтки и фирменные рюкзаки ребятам вручил глава округа Андрей Иванов. Я вас поздравляю. Мы на самом деле вами гордимся. И считаю, что основная, главная победа ваша – это в таких сложных условиях как раз победа над самим собой. И очень важно, что вашими результатами, вашими победами вы продвигаете движение ГТО в Подмосковье в целом. А значит, делаете спорт еще более популярным. Спортивный объект построили по программе губернатора Андрея Воробьева открытый стадион. Нет сомнений, что он станет родным домом для всех любителей спорта, отметил глава округа. Качество покрытия уже оценили тренеры и спортсмены. Покрытие хорошее, мягкое, легко бегается, ноги не болят. Не кажется, что у тебя даже выпрыгать стал выше? Ну, возможно, не исключаю того. По моему опыту скажу вам, что тут покрытие намного лучше, чем на многих полях в России. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.